МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зимние физико-математические и биологические турниры в этом году занятия проходили в онлайн-формате. Более сотни школьников на несколько дней погрузились в мир сложнейших математических задач и физических формул, проникли в глубины науки биология. Сопровождали их на этом интеллектуальном пути педагоги из лучших вузов страны. МГУ имени Ломоносова, МФТИ, ННГУ имени Лобачевского. Помочь школьникам подготовиться к предметным олимпиадам различного уровня. Это основная цель зимней физико-математической школы, которая каждый год собирает самых способных и умных детей нашего города. Обычно к ребятам приезжают преподаватели, читают лекции, проводят семинары. Но в этом году пришлось перенести обучение в онлайн. Проходила зимняя физико-математическая школа в рамках образовательного проекта Ядерного центра «Молодые таланты Сарова». В нем участвуют в этом турнире дети, которые отбираются из групп постоянно, на постоянной основе, на регулярной основе участвующих в этом проекте. Но в связи с тем, что у нас были исключительные условия, когда дети были на дистанционке, мы дали шанс не только тем, кто участвует на постоянной основе в проекте, но и дополнительно для других школьников. И все, кто выразил желание участвовать в этом проекте, все были приняты. После нескольких дней интенсивных занятий для детей провели олимпиады. Традиционно на них побеждают ученики лицеев и гимназий, но в этом году хорошо себя показали и ребята из других образовательных организаций. Очень усердные участники турниров из 10, 14 и 17 школ, которые вошли в число победителей призеров. Мне кажется, это наиболее отличительная черта этого турнира. Ну и, собственно говоря, это новые ребята, которые редко появляются в списках победителей призеров. Дипломы победителей и призеров, а также сертификаты участников передадут в образовательной организации. Впереди у ребят летняя физико-математическая школа, а, скорее всего, она также пройдет в онлайн-формате. Россия находится на плато по динамике распространения коронавируса. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он уточнил, что страна приблизилась к рубежу, после которого в крупных регионах будет постепенно снижаться заболеваемость COVID-19. По информации Роспотребнадзора, в Москве еще в 18 российских регионах наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. В более чем 60 субъектах эпидемиологический процесс стабилизировался. По словам экспертов, во многом эпид-обстановка зависит от отношения граждан к соблюдению противоэпидемических мероприятий, от проведения вакцинации. Представитель ВОЗ в России Милин Буйнович призвала россиян продолжать носить маски, соблюдать все другие меры профилактики COVID-19, несмотря на снижение численности заболевших. Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низких уровней. Тогда можем двигаться дальше, сказала она. В России за минувшие сутки зарегистрировали 16 714 заболевших коронавирусом. В Нижегородской области диагноз COVID-19 поставили 471 жителю региона. Также статистику зараженных пополнили 22 саровчанина. 16-17 февраля в детском технопарке Кванториум Саров пройдет научно-практическая конференция «Дополнительное инженерно-техническое образование детей. Стратегии и перспективы развития». Принять участие могут руководители, методисты, педагоги дополнительного образования, наставники центров «Точка роста» Нижегородской области и других регионов России. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан приглашают принять участие в конкурсе «Топ-блог», которое поможет всем желающим стать блогерами и научиться успешно вести социальные сети. Участники получат необходимые знания и попробуют себя в продвижении личного аккаунта, ведении рекламных кампаний и подготовке профессионального портфолио. Проект «Топ-блог» входит в президентскую платформу «Россия. Страна возможностей». Срок приема заявок до 5 февраля. Подробности на официальном сайте topblog2020.ru В Саровской православной гимназии началась традиционная неделя «Открытая гимназия». В этом году она проходит в онлайн-формате. Записи открытых уроков будут в течение двух недель публиковать в официальной группе «Гимназия ВКонтакте». 6 февраля хоккейный клуб «Саров» в рамках чемпионата области по хоккею примет на своем льду команду из Кстова. Игра начнется в 13.00. Билеты на матч можно приобрести через портал «Умный Саров». Напоминаем, в связи с ограничениями на трибунах может присутствовать всего 100 зрителей. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на нашем канале в Ютьюбе и в официальных группах канала «16» в социальных сетях. На 12% за последние 10 лет увеличилась заболеваемость раком в России. Ежегодно более чем 500 тысячам россиян впервые диагностируют злокачественные опухоли. Каждый год 4 февраля, начиная с 2005 года, в мире отмечают День борьбы против рака. В 2019 году стартовала трехлетняя кампания по девизам «Я есть, и я буду». Сегодня мы расскажем историю девушки, которая нашла в себе силы бороться за жизнь и сейчас оказывает психологическую поддержку больным ракам. Операция «Больничная палата» и страшный диагноз. Крупноклеточная лимфома с вовлечением переднего средостения легких перикарда селезенки. Два с половиной года назад жизнь Анны Комаровой была под угрозой. Опухоль очень большая. Она, во-первых, находилась в средостении, вот здесь, то есть задевала все жизненно важные органы, предсердия, легкие, проникала в селезенку. И потом я позже общалась с врачом, который делал мне операцию. Мне там ломали ребра, чтобы все это посмотреть внутри. Была тяжелая операция. В одной руке пульт, чтобы вызвать медсестру, в другой установка для капельницы, с которой она гуляла по больничным коридорам. Не все же время лежать в палате. На полгода домом для Анны стала московская клиника. Шесть курсов химии, восемнадцать лучевых терапий. Пришлось сбрить шикарные волосы. У меня была красная химия. Ее переносить было, конечно, тяжело. Но, тем не менее, все возможно. Когда ты веришь в себя, когда ты чувствуешь, что ты справишься, когда ты себя подбадриваешь и видишь людей вокруг, ищешь примеры каких-то людей, которым получилось выздороветь, то все проходит гораздо легче. Историей своего выздоровления Анна делится в социальных сетях, чтобы своим примером показать, что все возможно, если ты веришь в себя, если тебя поддерживают близкие люди. Прогнозы врачей говорят хорошие. У меня организм крепкий, молодой и хороший настрой. Говорят, что 80% ремиссия. Как призналась девушка, начать рассказывать о болезни было сложно. Но первые же посты показали, насколько мощной может быть психологическая поддержка и помощь людей. До болезни Анна жила на Дальнем Востоке. Сейчас в Москве. К Сарову она не имеет никакого отношения, но это и не важно. В день борьбы с раком мы хотим показать счастливые истории выздоровления. Призвать тех, кто сейчас борется с этим заболеванием, быть открытыми для общения, для помощи и поддержки. Если ты расскажешь об этом, не произойдет ничего плохого. Люди вокруг добрые, они поддерживают тебя. И это только поможет тебе справиться. Во-первых, держать в себе эти эмоции – это уже плохо. Во-вторых, действительно, очень многие хотят помочь. У меня приходили сотни сообщений в день. Не было ни одного упрёка, ничего вообще. Все только спрашивали, как тебе помочь, что для тебя сделать. Вот есть контакты, обрати сюда. Я вот это прошёл, вот посмотри вот этого человека и так далее. Я-то получила такую мощную поддержку, и вся эта поддержка была на протяжении моего лечения, что это очень сильно мне помогло. Поэтому я крайне рекомендую не бояться рассказывать. В марте 2019 года врачи сказали, что рак начал слабеть, и наступает ремиссия. Оглядываясь назад, Анна понимает, что не просто так сбунтовался организм. И нужно искать причины появления злокачественной опухоли. Рак разделил её жизнь на до и после. До было классно. Но и сейчас у Ани не менее яркая жизнь. В качестве модели её пригласили сотрудничать топовые фотографы. Удалось даже попасть на страницы зарубежных журналов. К 50-летию детской художественной школы в художественной галерее открылась выставка «Мастерство, талант, вдохновение». В экспозиции представлены творческие работы воспитанников и преподавателей школы. На вернисаже побывала наша съёмочная группа. «Мастерство, талант и вдохновение» – название выставки, которая точно описывает работы педагогов и учеников художественной школы. В честь её 50-летия в художественной галерее собрали более 200 уникальных работ из сокровищницы фонда. Карикатуры, натюрморты, пейзажи, картины из пластилина, текстильные коллажи, созданные за последние пять лет. За последнее время было выполнено колоссальное количество работ. Здесь показана очень незначительная часть этих работ. Но мы так поступили, потому что очень важно, чтобы юный художник видел плоды своего труда, своего творчества, что его работа востребована, что пользуется успехом. Поэтому мы сделали именно такую выставку. Выставка будет полезной тем, кто только собирается начать обучение – юным саровчанам и их родителям. Под каждой работой указан возраст автора и преподаватель, что позволяет оценить уровень мастерства, которого можно достичь в определенный год программы, а также стиль каждого педагога. У кого-то более конструктивное рисование, у кого-то, допустим, более пастозное. Где-то очень активный цвет, где-то, наоборот, очень сложность цветовой гаммы. Поэтому, если так проследить, то, в принципе, этот почерк будет прослеживаться. Какая-то личная характеристика будет угадываться и в работах детей. Но это не значит, что дети слепо следуют тому «делай, как я, делай, как я». Конечно, у них появляется индивидуальность. И мы стремимся к тому, чтобы работа на выходе имели характерные особенности ученика. Работы каждого художника и правда пропитаны своей атмосферой. Многие ученики художественной школы поступили в престижные вузы страны. Добились высот в искусстве. Одни стали иллюстраторами, другие – дизайнерами. Третьи – преподавателями. Татьяна Кирюшкина – одна из первых выпускниц. Школа уже начала работать, а самого здания художной школы не было. Был спальный корпус первого интерната. Мы работали, по-моему, на третьем этаже. Арзамас-16 – маленький город. И вдруг кому-то пришла светлая мысль взять и создать школу, такую школу. И, вы знаете, сегодня мы традиции этой старой классической школы, мы их сохраняем. Я надеюсь, что нам это удается. Татьяна Михайловна с гордостью рассказывает о своих учениках от мала до велика. Кто-то пока делает первые шаги в мир искусства, а кто-то находит в нем своеобразную отдушину. Вне работы и бытовой суеты. В учреждении есть взрослое отделение, где соровчане от 18 до 90 лет могут профессионально обучиться рисованию карандашом и кистью, освоить техники акварельной и масляной живописи. Посетить юбилейную выставку художественной школы в стенах художественной галереи можно будет до конца марта. 1 февраля 1966 года состоялось первое учебно-тренировочное занятие в бассейне «Дельфин». За 55 лет там провели сотни многочисленных соревнований разного уровня. Наша съемочная группа пообщалась с теми, кто первым переступил порог бассейна 55 лет назад и проплыл первые метры. Подробности в следующем репортаже. Склонившись над памятным альбомом, летописью «Дельфина», на страницах которого запечатлена история бассейна «Старая гвардия», возвращается в детство. Они были первыми воспитанниками секции плавания, которая появилась в нашем городе 55 лет назад. «Дельфин» хотели сдать в конце 65-го. В сентябре по всем школам дали объявление «Идет набор», а точнее «отбор». Желающих попасть в секцию собрали на центральном стадионе и дали три задания. Пробежать 60 метров, выполнить становую тягу и показать силу легких. Надо было, что есть мощь и думать спирометр. Из тех, кто прошел, сформировали группы и отправили в зал на сухое плавание, готовиться к финальному испытанию на воде, когда откроют бассейн. Вот как этот волнительный момент вспоминает Игорь Травов. Я был в списке последней, вот со знаком вопроса, как сейчас помню. Я посмотрел у нее, вот этот, в Раисе Фимовне, значит, в блокнотике там. И, наверное, я так понял из-за того, что я ей сказал, у меня было, ну, что ты можешь, а что ты можешь. Я говорю, ну, я могу пронырнуть бассейн. И вот этим я, может быть, ее, как бы, себе место забронировал. То есть я пронырнул до 25 метров, тогда это было, ну, наверное, для пацана, в то время, что такой семиклассник. И получается, что, и после этого мы начали уже тренироваться. Занимались после школы и до начала занятий, прибегая на уроки с мокрой головой. Плавали по три раза в неделю, а в каникулы каждый день. Начались первые соревнования. Эти поездки дельфиновцы старой закалки до сих пор вспоминают с особой теплотой. Однажды ребятам даже посчастливилось увидеть мастер-класс от прославленного советского пловца Владимира Буре, отца известных хоккеистов Павла и Валерия. В бассейне работало несколько тренеров, и у каждого был свой подход. Например, Борис Константинович Квитковский, который занимался с ребятами по вечерам после работы, очень любил вывозить своих воспитанников на большую воду. Он брал лодки в прокат. И не лодки, а единственную лодку он брал. И он греб. А мы от Маслихинского моста плыли до плотины за ним и обратно. Представить себе можете, какое расстояние? Огромнейшее. Так вот, начинаешь его догонять, он усиливает. Все. И вот мы такими вот темпами, то сбавляя, то наращивая темп. Вот это были тренировки на открытой воде. Было чудесно просто-напросто. За эти 55 лет через Дельфин прошли сотни саровчан. Одним из самых прославленных воспитанников городской секции плавания стал Анатолий Рыбаков. В 70-х годах в составе сборной Советского Союза он принял участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Колумбии и чемпионате Европы в Австрии, откуда привез серебряную и бронзовую медали. Нынешнее поколение ребят тоже ставит перед собой амбициозные задачи. Сегодня в Дельфине только на бюджетной основе занимается 250 юных саровчан. Достигать успехов им помогает отличная база. 10 лет назад бассейн перестроили, оставив от старого здания только саму чашу. Не хватает разве что тренажерного зала и системы электронной фиксации финиша, которые, как считает Федерация плавания, помогут вывести наш бассейн на качественно новый уровень. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин